Всем здарова, челики! Сегодня у нас на канале День рыбалки. В прямом смысле, мы с сеструли выбрались на рыбалочку и пока она тут обезрыбливает матушку опь, я решил для вас снять распаковку рыболовных ништяков с Алиэкспресс. Короче, челы, зашел недавно в местный рыболовный магазин, называется Pro Отдых 54. Вот такой магазин, вот такой там работает продавец Никита Дюпин. Кто не знает, кто такой Никита Дюпин, в двух словах расскажу. Это многократный призер рыболовной фидерной ловли, зимней ловли и последнее достижение, их команда стала чемпионом Томской области по потловочной ловле. Зашел, говорю, Никита, ну мне хороших крючков, он такой, на фидерной ловли, я говорю, да. В итоге купил крючки Gamakatsu LS2120F, вот так они называются. Ребята, крючки просто бомба. Вот такие, небольшого размера, с тремя оборотками, на цеве, кроме основной оборотки, есть еще два, чтобы не слазила приманка. Ну и чтобы вы понимали, вот крючок, вот опарыш. Опа, мега острый рыба, просто сечется сама. Еще один. Оп. Один крючок в таком состоянии переживает где-то 3-4 рыбалки. В общем, Ребзя ломнулся, я обратно в магазин купить несколько пачек на запас. 13 крючков идет в пачке, стоит она где-то 230 рублей, а все, кончились. Пришлось искать на Алиэкспресс. Ну и в принципе в интернете нашел на Алиэкспресс. Точно такую же серию не нашел, но нашел тоже с двумя оборотками. Вот приехала посылочка и с удлиненным цевьем, так называемый заглотышем. Взял три пачечки, три, две, нет, а, пару пачек, да, пару пачек я взял, тут какой-то подарочек, лейкопластырь от продавца. И вот пару пачек моих крючочков. Тот же самый десятый размер по классификации, да, они такие же небольшие, только удлиненное цевьё и тоже две бородки на цевье. А парик? Ну нет, эти похожи, не, ну тоже острые, но те потоньше, у тех потоньше проволока. И они, мне кажется, явным образом поострее. Ну, эти тоже очень даже ничего, причём не с лопаточкой, а с колечком. Это даже поинтереснее, поудобнее. В общем, будем испытывать, можно прямо сейчас. А пока что перейдём к другой посылочке. Ну, а в другой посылочке пришли очередные сигнализаторы поклёвки. Да, я всё метаюсь в поисках идеальных сигнализаторов на ночь, днём они мне абсолютно не нужны. Я рыбачу на фидер, я прекрасно вижу поклёвочки по кончику, а вот ночью я этот кончик ни черта не вижу. Поэтому ищу какие-нибудь сигнализаторы. Ну вот взял вот такие, которые позволят видеть в темноте колебания этого самого кончика. Небольшие маленькие фонарики, самое главное, которые, ну хотелось бы, чтобы они позволили забрасывать кормушки, не снимая вот этот самый сигнализатор. Внутри должна стоять батарейка, я думаю, которую надо перевернуть, чтобы он заработал. Есть такая. Ну, он светится, мигает вот так зелёным. Ну и, видимо, во время поклёвки он должен поменять свой свет. Сейчас попробуем. Пока крепился на фидер, заметил, что креплений в комплекте два. Одно поменьше, идеально встало на кончик моего фидера. А одно побольше отлично подойдёт для нашей настоящей русской домки на крокодил. Кстати, в режиме ожидания мигает наоборот красным. А вот при поклёвке, когда начнёт бить рыба в кончик, замигает вот так вот быстро зелёным цветом. Вежурный режим, медленный красный. У нас сегодня весьма неветреная погода. Течение спокойно, его практически не ощущается, потому что уровень в обе упал. Ну и, собственно, сигнализатор не создаёт у нас ложных никаких движений. Мигает дежурный красный цвет. Сейчас я ещё один поставлю на донку. У меня тут своеобразный из спиннинга сделан. Сюда крепление, наверное, надо будет побольше. А может быть, тоже зайдёт. Ну и, короче, дождёмся поклёвки и проверим их в действии. Зелёненькая, красненькая, красненькая, зелёненькая. Вот, что-то такое, блин, сопротивляется даже. Так, так, так. Камон, бэйба. Ещё один трон. О, ну это прям, ууу, лещандра. Два ноля, двадцать тысяч, плот, пятьдесят четыре. Фу, какой грязный. О, трофеи ещё. И пока, дамы и господа, мы ждём поклёвки. Следующая посылка, она мне больше нужна для спиннинговой ловли, хотя для фидера тоже пригодится. Когда я хожу со спиннингом, я хожу с такой поясной сумочкой. Ну а улов складывал в пакетик, который к этой сумочке привязывал. Брал там разные мешочки. Мне они не нравятся тем, что мешочки промокают, начинает вонять рыбой мешочек, начинает вонять рыбой костюм-то на габ, в который убьётся мешок. В общем, я решил выйти из положения вот таким вот оригинальным способом. Я купил водонепроницаемый туристический мешок на 5 литров, в который, я так подумал, что если он непроницаемый снаружи, то он, соответственно, должен быть и непроницаемый внутри. Туда можно складывать улов. Вот такой вот мешок на 5 литров. Меня он вполне устроит вешать на ногу и всё, и с ним двигаться. Тут ещё в комплекте идут лямки на плечи, то есть его можно использовать как рюкзачок. Да? Похоже, это действительно водонепроницаемо. Сори прогнал Дезу. Два ремня идут в больших мешках. Здесь идёт один ремень, он спляется за два кольца, и можно потом улов перекинуть через плечо и счастливым отправляться домой. Ну а по классике, вы сами понимаете, вы ложите то, что не должно намокнуть, делаете вот так пару оборотов, застёгиваете мешок на фастекс и поплыли. Как будто я свой первый герой. Так неожиданно успех большой. Заложена соли страна будет гореть с тобой. А ты меня и стал... О, так, здесь поклёвочка. Тын-тын-тын-тын-тын. Ну то, что цвет меняет, мы уже видели. Может быть, даже там есть рыба. О, ха-ха, трофей ещё один. Ну вот, всё работает, парни. Ну вот, ребзя, слушайте, вот мой сегодняшний улов. Я считаю, что решение для ходовой рыбалки, да и для сидячей, в принципе, идеально. У меня есть садок, всё хорошо. Я складывал рыбу в садок, просто потом, чтобы притащить домой, я всю рыбу из садка переложу в сумку, завязал, закинул на плечо. Никакой вонищи, никакой капельки, ничего снаружи нет. Для ходовой рыбалки вообще будет шикардос, когда ты весь улов там висит на поясе, складываешь этих окушков, судачок, щучек. Вот, пожалуйста, смотрите. Вся моя рыбонька, сейчас рыбонька пойдёт в переработку, эту штуку сполоснул, посушил и дальше на следующую рыбалку. Вообще шикардос. Вот теперь на этом точно всё. Ссылочки в описании. Оставайтесь на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok